Народ всем привет как вы уже знаете на следующей неделе стартуют два новых сервера первый сервер будет на ru платформе второй же будет американский насколько американский сказать не могу но открытие запланировано на 2 3 октября но уже скоро в преддверии данных событий я решил запилить небольшой гайд по соло геймингу в линейш 2 классик все что будет далее сказано это сугубо личное мое мнение мои наблюдения и никого задеть обидеть я толком не хочу на классике я играю почти три года из этих трех лет я год провел соло игре на своем личном опыте я могу рассказать что я играл и в одно окно и в 2 в 3 и так далее даже ставила фк трейны до тех пор когда это не было мейнстримом как сейчас почему люди идут играть соло игру одна важная причина нету знакомых все остальное это либо рабочий график не позволяет либо человек просто социопата ему не не нравится взаимодействовать с другими игроками ну и соответственно зависеть от других игроков тоже неохота то есть не зашел варк баффер какой-нибудь ваш основной все вы сидите ждете либо ищите еще одного варка либо еще что-то либо просиживайте штаны до тех пор когда не соберется полное кп я думаю что такая штука всем знакомы те же самые окна собой таскать не охота что выкачать какого-то там дэшника хотят и баффер ну и тому подобное я выделил некоторое количество классов которые подают отлично для пвп и для пве касаемо заработка адена в линейдж 2 classic это очень сложная штука и здесь этого не будет рассказываться первый класс о котором хочу рассказать это турант крепкий здоровый парень скоростной мобильный адаптация идет под любой спорт совершенно все зависит от тотемов какие ты будешь включать примеру если мы вы вставим стоять будет очень далеко друг от друга то за из будет просто вывозить на раз-два мобы близко типа к ты dv и так далее то есть огар просто зачет касаемо в пвп стан есть но нету антиконтроля то есть львиного сердца нету к сожалению но грамотный турант может развалить почти что любого нетребовательный по бафу и очень быстро в раскачке для соло игры просто ребят смак следующий класс это дестор скажу честно он не совсем мобильный но за счет своих лимитов он выдает самый высокий дпс то есть примеру раз в пять минут вы будете просто крошить мобов на изи но он мне не нравится не в плане пвп не в плане пве но очень много игроков которых за них играет и они реально фри фармера то есть полная противоположность туранту слабенький немножечко как мне кажется слабенький немного в пвп пве он более плотнее держится можно фармить те же самые кат и на релаксе но опять же не знаю мне не нравится класс потому что он очень медленный и ну да львиное сердце стан решает конечно надо бежать до оппонента так что на любителя серьезно на любителя для тех кто любит сливаться под лимиты и что-то такое грязное делать следующий класс самонары как вы знаете их всего есть три вида светлый темный хуман данным классом не нужен хороший equip они гонят столько за уровнем то есть прокачали коня своего либо там кота вода все повышается сад и где-то ориентировочно 20 на 30 процентов и крошишь дальше мобов то есть каждым уровнем вырастет дпс то есть не надо там покупать постоянно пушкин по грейду шмот какой-то чтобы рулить и так далее то есть обычный класс для простого фармера разница между этими самонрами конечно же есть подчеркну что все статы питомцев совершенно одинаковые бафы немного отличаются отличаются кубики и умение самих питомцев давайте разберем светлого самонра он имеет два кубика первый кубик который хилит второй наносит дпс самый топовый питомец это магнус он имеет стан который проходит постоянно и имеет водичку которая бьет ауе в пвп просто решает у фэйса немножечко поинтересней у него первый кубик дает хекс второй дает стан на 9 секунд но считает самый имбовый также сфс имеет два самонра 1 молох он виде как танка может агрить кидать хекс и хилить массу заметьте кстати он хилит очень хорошо и второе же креветка я вот не помню как называется но и все называет креветкой очень высокий дпс имеет деблик то есть шансовый который может критануть либо просто нанести какой-то урон хороший самонр этот чувство себя замечательно соло pvp соло один на один либо в соло фарме просто топовая сам выкачиваем своего шика просто мне безумно нравится этот класс но все-таки светлый мне кажется покруче будет немного за счет ауе и за счет того что он более мобильный может сам всем она заливать за счет бикара на сего в курсе теперь немного катаводе про него сказать принципе но нечего он имеет кубик который дает анчор кубик который дпс это имеет короля кошек может кидать массрут с него и давать бэкстап по сути все на этом ничего нету ну ну да точно там есть кошка разливает ману на это такое себе небольшой итог у каждого самонра есть пати баф у коня есть откат скилла у катавода есть шанс крита и силы крита а у темного самонра dv и фокус по моему ну что то такое я кстати даже не смотрел каждый самонр он полу милишник полу маг нюк с первой профессии качается вплоть до 80 уровня то есть вы можете свободно настрелить магии и заливайте манку но либо быть просто полу милишником полу бафером леса самонра отличный класс для соло игры на евро оффе я играл как раз таки в одно окно потому что подписка стоила почти 1000 рублей я бегал светлым самонром мне очень понравился класс даже под баночками он мега крутой серьезно следующий класс у нас идет уже танки я подчеркнул двух танков которые реально себя очень круто чувствует и в пвп и в пве у каждого есть свои плюсы и минусы давайте их разберем на первое место я ставлю дэшника потому что это самый топовый пвп танк и пве он имеет стан который не живет ману имеет фир имбовый который кладется фир на фир ну кстати есть одна инфа что его в скором времени понерфит но это тоже не точно пока только слухи удашник есть базовый стр достаточно высокий также он имеет большой винт плюс к этому его салфи отражение урона дополнительный pdf очень сильно решает во время прокачки его самое топовое что есть в прокачке дашника это его пантера она реально носит большой дпс у него где-то на 70 уровне уже 4k п атаки то есть представляете да вы делаете дашников дпс делаете кошечку вызываете в соски и включаете идете крошить мобов то есть отличный вариант для прокачки то есть быстро эффективно много хп стан питомец но интересно забавно плюс к этому эфир касаемо в пвп есть два умения которое решает это сама кошка эфир все вот все пвп строить на этом фир стан там сломать ноги кошку отправил загрыз убил изи второй танк про который хочу рассказать это шика мой выбор остался на нем я сейчас играют до сих пор на шикашки периодически бывает то что жалею что не взял да с его масс канцелом но тем не менее дает немножко о нем поговорим данный класс имеет малое количество хп зато высокую по и атаку большой спектр умений различных это типа хекса молния стинга двух видов вампириков и три кубика обалденных кубика первый кубик он травит это самый имбовый который будет вас спасать кстати у меня на youtube канале есть пара роликов где данный кубик критуют по полторы по две тысячи кстати посмотрите там вот есть такие старые ролики в следующий нас кубик идет вампирик он кстати периодически может спасти вашу жизнь во время прокачки либо во время пвп когда вот мало остается хп он причем неплохо восполняет и может тоже также критануть и кубик ослабления также мы имеем хекс тем самым ускоряет нашу прокачку мы режем pdf начинаем носить больше урона но это все логично шика нужен по-любому буст и хороший баф чтобы быстрее качаться но опять же по экспе шика не перегонит дашника потому что из пантера уда можно сделать различные татушки которые разгонит его дпс руки а если мы делаем шика какой-то какие-то татушки которые минус хп то хилиться на при придется постоянно любое умение у нас потребляется достаточно много маны то есть надо будет еще и монолей чтобы таскать но по итогу я как-то прокачался и думаю если же возьмете это класс то и вы тоже прокачаетесь а мы переходим дальше из трех лучников я выбираю только одного потому что это единственный класс который считается живым популярным и очень быстро качается даже для соло игры это ребята фр да 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 фэр база вп атака у него самая высокая среди лучников очень крутое есть умение называется кдл сливаешь хп стреляешь там и наносишь по 15 по 20 тысяч либо в моба либо человека бегаешь кайфуешь для такого класса достаточно будет иметь только пп и бд просто выстрелом стрелять а если вы хотите разогнаться очень очень мощно мега круто то стрель то качать на кдл и для этого надо иметь несколько монолей либо задонатить себе арфена но для соло игры вообще просто шикарный класс серьезно единственный подчеркнул лучник который себя что-то представляет даже после 80 если мы берем cvc 80 уровня у которого есть сонг от дебафов и там уже игра идет не на контроле да там через стан через фир либо еще что-то а игра идет уже в дпс то есть соответственно фэр это самый актуальный класс который будет решать во время пвп ему без разницы на ваши как и защита от критов и так далее он как бил свои там 10 тысяч так и бьет так что фир отличный лучник раз мы поговорили немного лучников теперь перейдем к ножам самый единственный класс как по мне из ножей это а в до тонкий хорошо это понятно но у него очень сильные обилки он может ваншотнуть любую робу любой лайт с удара в принципе имеет hex но этот класс надо выкачать только под фулл бафом ребят хороший boost и фулл баф без этого даже нету смысла начинать качать а в потому что он очень сложный прокачки надо в него вкладываться не только временем но и деньгами так что подумайте внимательно перед тем что качать он имеет hex sting ну и хорошую базовую по и атаку как у всех темных эльфов о чем я говорил вот протяжении всего видео там шикам фр а в ребята вы наверно сейчас удивитесь но в мой список соло профессии попал даже гном крафтер крафтер имеет среднюю п атаку большое количество хп и соответственно бочку за счет которой он будет возить на качи тоже также на споте можно крафтить все соски разбивать какие-то вещи на кристаллы очень удобно участвовать каких-то осадах там продавая свои услуги осадных големов и 2 стана ребят но в пвп в принципе неплохо решает но это так как бы вдруг кому-то нравится гномы но про спойлеры может сказать обратно и там что он слабенький без бочки так что мы продолжаем последняя профессия которых рассказать это некор его жизнь начинается с 50 уровня после того как он прокачивает кдл на кдл он качается быстро имеет много контроля имеет тп до транс на спейн если вы как понимаете дачу это значит разделением более он крепкий живучий что в пвп что в прокачке очень простой но необходимо иметь свою монолейку это стопудово после 78 уровня вы становитесь полу самонером полу магом так что в начале своей игры на сервере линейдж 2 классики я начинал играть на гранд кайни я играл некром но в итоге меня забанили за всякие такие нелегальные вещи я думаю вы понимаете о чем я я взял почти что почти что попал в топ 10 ребят кто получил профессию вторую мы в итоге получил бан и мне пришлось забить на магов больше за магов не играл вот просто не играл как по мне некор самый уникальный класс он подходит к любому с этапы пачки если вдруг кто-то захочет играть в пати и он подходит к милишникам к магам самонером то есть его везде хотят видеть и с ним везде хотят играть он имеет большое количество контроля и хороший дпс со своих нюков там кость кдл но вы поняли в прокачке он очень простой нетребовательный надо только дотерпеть до 50 уровня и все берете книжку кдл проучивать и там и рубите всех налево-направо на стримах мне очень часто спрашивают какой же саппорт себя выбрать давайте сейчас разделю на три под класса какие саппорты и мы все разберем быстренько первый класс это фундамент базовый баф это варк овер пп других саппортов нету которые могут бафнуть максимум второй класс это сопроводительный баф то есть туда входит и и шеи и бишоп но я думаю объяснять не надо да то есть дополнительные какие-то баф это мент лари и шока клара заливка маны лечение рез и body аватар то же самое это сопроводительное это то что идет в дополнение к базовому третий класс это борды бдс в с бд дает все дэнсы на атаку с вас и дает все сонги на защиту то есть выбираете сами кому что больше подходит но я взял то это сразу ну и напоследок хочу просто донести небольшую правду если у вас примеру слабый компьютер вы не можете грузить больше двух-трех окон то я вам рекомендую тратить время на топовый буст то есть адена всегда решает не надо сидеть дрочить своего персонажа постоянно уровень гнаться за уровнем займитесь его и клипом купить ему десятый ствол с этим десятым словом будет качаться еще быстрее пофармить аденку на сет и так далее прокачайте какой-нибудь саппорт ну то есть именно конкретно буст дайте буст максимально что заменить весь баф который вы загрузить не можете но если вы везунчик и может грузить от 6 окон там и выше то здесь совет просто фармить и фармить и фармить и у вас все будет вот и все как бы ребят если у вас есть игровая клавиатура типа рейзера либо блуди настройте все макросы для комфортной игры что нажали на одну кнопку вас сделался баф нажали на вторую кнопку включился ассист нажали на третью кнопку все улетели в город но и так далее то есть это очень облегчает игру я вам рекомендую по что но на своем личном опыте но и теперь точно напоследок линейдж 2 classic это не спринт это больше похоже на марафон то есть быстро ничего не получится получить ну только если не вложить какие-то космические деньги чтобы там купить персонажа либо прокачать его я надеюсь данное видео вам понравится если будут какие-то вопросы пишите комментарии либо в контакте добавляйтесь пообщаемся все ребята всем пока этого спасибо за внимание